Начинаем! Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и, как обычно, я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня мы с вами поговорим о запахах. Вспоминается Шекспир. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Но у животных все не так однозначно. И иногда у животных мы встречаем какие-то очень необычные запахи, которые, скорее, свойственны растениям. Вообще запахи в жизни животных играют очень важную роль. Многие животные, в первую очередь, получают информацию именно через обонятельную систему, но чаще всего эти запахи кажутся нам не слишком-то приятными. Но, между тем, даже у рыб иногда встречаются запахи, которые кажутся вполне такими свежими, приятными и вызывающими хорошие ассоциации. Всем известна корюшка. Корюшка – это рыба, которая пахнет огурцом. Почему? Ну, конечно, запах придает какие-то химические вещества. И представьте себе, что то же самое вещество, которое придает запах огурцу, называется это вещество огуречный альдегид. Это же самое вещество и придает запах корюшки. Кстати, огуречный альдегид встречается не так редко в природе, помимо огурцов. Это же вещество можно встретить и в других некоторых продуктах растительного происхождения, например, в арбузах, дынях и даже, как ни странно, в вишнях. Кроме того, это вещество есть в хлебных корках, как ни странно. И это же вещество скорпионовы мухи, вернее, самцы скорпионовых мух используют как феромон для привлечения самок своего вида. Вот такое вот удивительное вещество, которое можно встретить в самых разных ситуациях. И именно это вещество, благодаря ему, корюшка, свежая корюшка, только выловленная, пахнет огурцом. Кстати говоря, огурцом пахнет не только корюшка, такой же запах есть еще у хариуса и сига, но, правда, сохраняется он у этих рыб значительно меньше по времени, чем у корюшки. Ну, разобрались с рыбой, которая пахнет огурцом, пойдемте дальше. Друзья, если вы смотрите видео не только на нашем детском канале, но и на канале Дарвиновский музей, то, может быть, видели видео, посвященное таким замечательным птицам, как киви и какопо. И мы рассказывали уже, что у некоторых птиц может быть какой-то необычный запах. Вообще долгое время обоняние птиц недооценивалось. Сейчас ученые все больше узнают о том, что многие птицы используют обоняние в своей жизни, и оно играет немаловажную роль. В некоторых случаях оно помогает найти партнера, в некоторых случаях, может быть, какие-то другие выполняют роли, помогают, например, найти пищу, хорошее обоняние, как у киви. Так вот, если вы видели эти видео, то уже знаете, что киви, например, пахнет грибами, ну а какопо издает очень приятный нежный медово-цветочный запах. Но сегодня мы поговорим еще об одной необычно пахнущей птице. Называется эта птица большая конюга, и она, представьте себе, издает запах мандаринов. Это морская птица. Обитает она на побережьях Баренцева и Охотского морей. Птица выглядит очень необычно, она некрупная, у нее очень выразительный хохол, который находится на лбу из перьев и направлен вперед. У нее яркий клюв, он желто-оранжевого яркого цвета и немножко имеет такую форму, как бы загнутую вверх, поэтому ощущение, что птица все время ухмыляется. И еще у этой птицы необычный цвет радужной оболочки глаз, они белые. Вот такая вот необыкновенная птица, но, пожалуй, еще более необыкновенно, что эта птица пахнет мандарином. Правда, пахнет она не все время, а в брачный период. Причем интересно, что пахнут и самцы и самки. В загривки у этих птиц и в верхней части спины вырастают особые перья, такие тонкие волосовидные, которые придают большой конюге этот необычный, довольно приятный запах. Причем запах настолько сильный, что находясь даже на расстоянии одного километра от колонии, человек со своим не очень шикарным обонянием, может этот запах почувствовать. Кстати говоря, действительно эти птицы создают достаточно большие колонии, и в этих колониях может быть порядка одного миллиона особей. Так что, видите, запахи могут быть совершенно странные, и, в общем, обоняние может иногда нас обманывать. Если вам хочется ощутить аромат праздника и Нового года, можно просто поехать на те места, где гнездя за большие конюги и насладиться запахом мандаринов. И последним номером нашей сегодняшней программе выступает необычный зверь, который пахнет попкорном. Зверь этот и выглядит необычно, но и запах тоже, согласитесь, довольно нетривиальный. Называется это животное бентуронг и еще нередко называют его кошачьим медведям. Если вы на него посмотрите, то поймете, почему. Животное это коротколапые, лапы у него довольно-таки широкие, массивные. И еще, что интересно, передвигается животное не на пальчиках, как большинство хищных млекопитающих, а как, например, человек или медведь, бентуронг передвигается, наступая на всю стопу. Такие животные называются стопоходящие. Ну, собственно говоря, мы с вами тоже стопоходящие. То есть, по своей походке, по своей такой, несколько неуклюжий походке, бентуронг действительно напоминает медведя. Но при этом он покрыт густой, длинной, темной шерстью, у него немного странные глаза, у него довольно большие уши, а на ушах этих длинные кисточки. Ну, и еще, у бентуронга есть хвост. Хвост бентуронга очень длинный, и по длине он примерно равен длине тела самого бентуронга. И мало того, хвост еще и цепкий. Хвост бентуронг может пользоваться, передвигаясь по деревьям, поскольку это животное ведет древесный образ жизни. Встречается бентуронг в тропических лесах Юго-Восточной Азии, ну, например, в Индии, Бирме, Таиланде можно это животное встретить. Но увидеть его в природе не так легко, потому что практически не спускается на землю, и жизнь свою проводит в кронах деревьев. Кстати, лазает очень мастерски, несмотря на неуклюжую, вроде бы, казалось бы, походку, но может лазить, например, по деревьям головой вниз. Не прыгать с дерева на дерево, но вот для того, чтобы перебраться на другое дерево, ему все-таки приходится спуститься вниз, потому что, в отличие, например, от кошек, бентуронг не такой прыгучий. Вроде называют бентуронга кошачьим медведям, но ни к кошкам, ни тем более к медведям это животное не имеет никакого отношения. Долгое время считалось, что это животное относится к енотовым, поскольку среди енотовых есть еще одно животное, обладающее цепким хвостом, это кинкажу. Среди всех хищных млекопитающих только у бентуронга и кинкажу хвост, которым они могут пользоваться как рукой, цепляясь, например, при передвижении по деревьям. Но оказывается, енотам бентуронг не родственник, а относится он к семейству виверовые, правда там он, конечно, стоит особняком и на других вивер не особенно похож. Он и большой, и анатомия у него очень своеобразная, ну и запах. Я не знаю, как вы относитесь к запаху попкорна, для меня этот запах дразнящий, мне он очень нравится. И запах этот попкорна придает вещество, которое называется 2-ацетил-1-пиролин. Интересно, что то же самое вещество придает и запах бентуронгу. Оно, например, содержится в моче животного. Поэтому, если вы вдруг почувствовали запах попкорна, находясь в кинотеатре, обернитесь вокруг. А вдруг рядом бентуронг смотрит вместе с вами фильм. Что видите, запахи иногда способны нас обманывать, запахи иногда выдают одно за другое. Но, тем не менее, согласитесь, что это всегда очень интересно и необычно. Но сегодня мы поговорили о животных, которые пахнут для нас приятно. А чаще всего все-таки мы не ощущаем тех запахов, которые для животных оказываются очень важны. Но, например, запахи феромонов, которые используют, например, насекомые для того, чтобы найти своего партнера. Друзья, если вы знаете тоже животных с необычными, интересными, неожиданными запахами, пишите, пожалуйста, в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал, приходить к наш музей. Мы всегда очень вам рады. Всем хорошего дня. Пока!